Итак, прежде чем нам перейти именно к электрическим сетям, то есть соединения электрических цепей, нам необходимо знать, конечно, каким инструментом пользуется электромонтажник. И этот вот небольшой урок, небольшое занятие, прежде всего немного об инструментах, которые могут вам понадобиться. В самом простейшем варианте набор электромонтажника может составлять из нескольких предметов, то есть это пассатижи так называемые, монтажный нож, универсальная отвертка среднего размера, круглогубцы и измерительный прибор, то есть все слесарные инструменты обязательно должны быть с изолированными ручками. Нож с треугольным лезвием очень часто можно встретить в продаже. Ножи с тупым прямоугольным концом в основном приходится изготавливать самостоятельно, они считаются более удобными. На первых порах можно воспользоваться вообще любым не очень острым ножом. Универсальная отвертка позволяет быстро менять крестообразную часть на обычную, это экономит время. Пассатижи используются для откусывания и скручивания проводов, но круглогубцами уже осуществляется концевая заделка проводов в виде кольца. В качестве измерительного прибора удобнее всего использовать электронную индикаторную отвертку тестер. Этот компактный прибор позволяет легко проводить наличие напряжения в сети и определить провода, на которых присутствуют фазы, определить место положения скрытой проводки и также проверить целостность электроприводов и правности электроприборов. Ну и каким образом все это происходит, давайте я вам покажу воочию, каким пользуюсь инструментом я и каким образом производятся замеры. Ну здесь рассмотрим минимальный, так сказать, набор инструментов, которые вам может понадобиться при монтаже электрических цепей. Давайте начнем с самого простого, значит, это вам нужны будут плоскогубцы. Я пользуюсь часто тоже круглогубцами, причем, как видите, вот такой вот формы. Очень удобно ими вставлять провода, где плохо доступные места, то есть к электрощечку, к автоматам, когда монтируется все это в ящике. Дальше отвертка, конечно, плоская понадобится вам, и отвертка вам понадобится крестообразная. Есть отвертки, которые универсальны, то есть жила вытаскивается. С одной стороны плоская, с другой стороны крестообразная. Монтажный нож, значит, обратите внимание, он должен быть вот с желательно с металлическим вот таким вот корпусом, потому что просто канцелярский нож, если вы возьмете с пластмассовым, он у вас долго не прослужит. Дальше индикаторная отвертка. Мы сейчас чуть дальше посмотрим, как с ней работать. Значит, индикаторная отвертка служит для того, чтобы проверить, есть ли напряжение в сети для безопасности и выполнения работ. И часто я еще пользуюсь вот таким вот набором, то есть отвертка и с различными насадками для этой отвертки. Ну, это такой набор, который понадобится не только в электрике, но и в радиоэлектронике, то есть где очень мелкие винты. Но кроме индикаторной отвертки, я еще часто использую мультиметр, то есть это прибор, в котором можно мерить очень много параметров, как напряжение, ток, и также по прозвонку проводов. Каким образом работать, сейчас тоже с вами рассмотрим. Вот такой вот минимальный набор инструментов для электрика. И давайте посмотрим, как работает с первой индикаторной отверткой. Значит, вот у нас есть розетка. мы просто-напросто вставляем в розетку и видим светится светодиодная лампочка. Это значит, у нас здесь находятся фазы. Обратите внимание, что с торца я руку, палец не прикладываю. Если мы вставим другой, то у нас светодиод не горит. Если я прислоню сейчас с торца, то у нас загорится. Показывается, что здесь у нас есть ноль. Вот таким образом у нас горит, но, наверное, вам плохо видно, но светодиод горит. Показывается здесь фаза. Дальше его можно использовать как беспроводной индикатор. Вот, если я снизу, как видите, у меня подходит кабель к этим розеточкам, а он под напряжением. Если я подвожу, вот он, индикатор загорается. Таким образом можно найти, где происходит обрыв. То есть, я иду дальше, где у меня потухнет, там, значит, обрыв провода. Вот, подвожу к проводу, где у нас проходит питание, он у меня загорается. Вот таким вот образом вы контролируете, есть ли напряжение в сети. Всегда, прежде чем выполнять какие-то работы, обезопаситесь, то есть, проверьте просто-напросто наличие напряжения. Вот, видите, загорелось, потухло, значит, здесь напряжение сейчас есть. Теперь по мультиметру. Значит, у него много здесь позиций различных на данный момент. То есть, есть и для постоянного напряжения шкала, вот, дальше идет шкала для переменного напряжения 600-200 Вольт, замеры силы тока, сопротивление можно замерять и генератор, вот, как видите, вот это вот в виде точечки с волнами. Это так называемый генератор, обычно я его использую для прозвонки. Дальше здесь можно замерять различные радиоэлементы, транзисторы и тому подобные конденсаторы и подключение двух проводов. То есть, черный у нас идет всегда, а минус красный плюс. Вот я сейчас на данный момент поставил на шкалу переменный ток и 600 Вольт, так как у нас, я знаю, в сети должно быть 220 Вольт, то, значит, я ставлю на 600, потому что, если я поставлю 200, будет зашкаливать прибор. и сейчас померяем напряжение в розетке вот с помощью этого мультиметра. Вот я поставил два щупа в розетку и вот он нам показывает, 234 Вольта, то есть напряжение у нас завышено, вот, 233-234 Вольта, но этого не будет. Вот таким образом, с помощью мультимета и замеряется напряжение. Ток замеряется, это надо соединять последовательно. Мы тогда уже рассмотрим в процессе изготовления нашей сети. Ну, давайте теперь посмотрим, каким образом с помощью мультиметра нам можно узнать целостность провода, то есть, нет ли у него где-то обрыва. Для этого я ставлю на мультиметре генератор. Не знаю, вот вам видно или нет. Вот оно, обозначение генератора. Для того, чтобы узнать, работает ли генератор или нет, я просто-напросто замыкаю. И, как видите, идет звук. Это показывает о том, что цепь замкнута и прозвонка идет нормально. То есть, провод между собой не оборван. И беру провод. А если, например, длинный провод, и надо будет его проверить целостность. В одном месте я, например, скручиваю два провода, как вот у нас в данном случае, коричневый и синий. А в другом, на другом конце этого же провода я замыкаю, проверяю синий и коричневый. То есть, ставлю на синий и на коричневый. Как видите, звук есть. Значит, весь коричневый провод до соединения с синим целый, и от синего приходит сюда. То есть, весь этот кабель целый. Если я соединю это с другим кабелем, звучание, никакого звука не будет. Также я могу, если у меня не в стене, а где-нибудь перед монтажом проверить, например, я захочу кабель на целостность, то я таким же образом с одного конца вот ставлю на белый провод и с другого конца тоже на белый. Как видите, он мне показывает целостность. Вот таким образом можно проверить целостность проводов либо кабелей буквально перед тем, как закладывать его в стену, чтобы не получилось, что вы заложили поврежденный кабель в стену и замуровали, после чего у вас может все это не работать. Вот такие вот минимальные знания вам нужно иметь, прежде чем заниматься электропроводкой в доме. Поэтому дальше мы уже с вами приступим непосредственно к практическим занятиям от простого к сложному.